Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые телезрители, а сейчас мы ознакомим вас с новостями города и района 20 ноября, заглянув в календарь, вы, наверное, увидели красную дату День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В нашем районе, да и по всей республике, сельские труженики, заблаговременно закончив уборку урожая, осенние работы, отпраздновали его чуть пораньше Как говорится, кончил дело, гуляй смело Наши кормильцы села профессиональный праздник имеют полное право встречать с гордо отнятой головой Сложные погодные и экономические условия для сельхозпроизводства только подстегнули, разодорили наших крестьян Они с честью выполнили все задачи, стоящие перед ними Во всех колхозах, да и в районе прошли торжественные собрания в честь работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В адрес сружеников села прозвучали слова благодарности, были вручены ценные подарки передовикам Недавно, 18 ноября, нашу съемочную группу пригласили на торжественные собрания в колхоз имени Калинина Сказать, что этот колхоз является благополучным хозяйством в районе, трудно Его показатели чуть выше среднего Но немного раньше, года три назад, были они намного хуже Свою работу как руководитель хозяйства Эрнест Фаузиевич Халиков начал с пересмотра оплаты труда колхозников Его повышение, конечно же, благотворно отразилось на результатах труда И еще, в хозяйстве есть прекрасные специалисты Это Лиховских Иван Алексеевич, бригадир Игровской бригады с большим опытом Знающие свое дело, работающие без подсказки, самостоятельно руководящие своим хозяйством Мельников Александр Васильевич, бригадир Орловской бригады, бывший механизатор, также опытный специалист и многие другие Эрнест Фаузиевич полностью доверил и поверил своим специалистам А они ответили ему тем же Эрнест Фаузиевич убежден, частая смена специалистов бессмысленна и бесперспективна И, наверное, самое главное, труженикам хозяйства пришелся по душе этот молодой, беспокойный руководитель Павав в селах района, встретившись с его тружениками, охватывает противоречивые чувства Чувство радости, гордости за их бескорыстный, самоотверженный труд, за их терпение В то же время задаешься вопросом, надолго ли их хватит Сил вкладывает невероятно много, а результат не всегда радует Наверное, пора уж всем понять, колхозы должны жить Разрушив сегодня их, мы добьемся только лишь того, что завтра выстроится учредить за хлебом, молоком Разрушив до основания построенные, мы уже не разобжигались Поэтому все должны оказывать всяческую помощь и поддержку колхозам, кормильцам, чтобы они жили и процветали Отрадно, что в центре внимания у руководства республики находятся вопросы переустройства села Повышение экономического потенциала сельского хозяйства Несмотря на трудности, строятся на селе школы, больницы, дома культуры, дороги, прокладываются газы и водопроводы Жили здесь, работали, скажите, пожалуйста, как вы видите будущее колхозов? Будущее колхозов Сейчас у нас в перестроечный период, который, значит, был Горбачевым И вместо его сейчас Борис Николаевич Ельцин ведет политику Мол, фермеры нас накормят и колхозы не нужны Но для того, чтобы ликвидировать колхозы, нужно взамен, если фермерские хозяйства, то должны фермера обеспечить всем тем Чтобы фермер мог производить сельскохозяйственные продукции Как животноводство, вот, затем хлеб, злаковые культуры Но этого не делается Режут под одно и колхозы, и фермеров Как ни говорите, но все-таки у нас наш президент Он, ему большое спасибо, что он не расформировал колхозы Поэтому у нас все-таки животноводство, продуктивность скота и хлеба Вот, можно сказать, осталось на прежнем же уровне Как это было, вот, еще до перестроечный период Но сейчас колхозам трудно Потому что колхозы обложили таким налогом, что им выжить уже в ближайшее будущее невозможно Техника слишком дорогая Вот, а наша продукция сельскохозяйственная не ценится Мы ее сдаем почти за бесценок Все-таки, Илья, говоришь, как же жить дальше колхозникам? Как жить дальше? Надо колхозников, колхозы Освободить от времени налогов Вот, чтобы колхоз мог купить технику для обработки земли Но, а если уже колхоз будет производительный Тут уже и жизнь колхозников будет лучше Они могут и свое жилье строить И зарплату больше получать В общем, будет материальное благополучие Вот так считает ветеран труда Пенсионер Илья Гаврилович Трефилов И, наверное, с ним многие согласятся А как же считает сам руководитель хозяйства Эрнест Фаузиевич Халиков Вы один из молодых руководителей колхоза Вот как вы думаете, как же все-таки колхозом жить? Ну, это, конечно, вопрос очень сложный И постоянно многие этим вопросом задаются И газеты, и телевидение, и все слушаешь К этому вопросу приходят И мы сами тоже здесь с советом думаем Ну, выжить, наверное, только трудом, работой И никогда работа, насилие не было легкой Вот наши отцы говорят Люди старших поколений тоже У них были свои трудности То сейчас трудно, наверное, это те трудности Которые, как говорится, предопределены нам уже решать И стараться тоже нам надо Эти трудности преодолеть Так, как говорится, коллективам выжить надо И в это трудное время Ну, считаю, что Когда вот как раз цены На селхозпродукты такие низкие На все На промышленные цены высокие Ну, вот как раз то, что Опыт предыдущих лет Считаю, не надо забывать О экономии О том, что Какие более перспективные Перспективные направления Развития сельскохозяйства Все это, думаю, все равно приведет к тому Что все выживаем И дисциплину В первую очередь держать в колхозе надо Чтоб порядок был Все-таки и время Руслан Зависович, а каким бы хотели бы Видеть будущие колхозы? Ну, будущие колхозы Хотелось бы видеть все-таки Не только вот как сейчас Система колхозов А то, что вот Каждый колхозник был хозяином В колхозе Он чувствовал Не только, чтобы колхоз был нужен Одному бруссетелю колхозу Или там Специалисту кому-то А все мы уже Все Чувствовали, что От работы их Чтобы получали зарплату Если они плохо работают Чтобы и зарплата на всех отразилась Вот Экономически это надо взаимосвязывать И тут Думать надо, конечно, очень много И не только Что нам, по-моему, и ученым надо думать Как вот Какой секрет Давайте же не будем забывать о том Что на долю каждого поколения Выпадают тяжелые испытания А эти испытания Как сказал в беседе Эрнест Фаузеевич Наверное, предопределены Нашему поколению Ведь они не самые страшные из них Это не те страшные Военные года Голод и разрухи Это не смертельная опасность Грозящая близким и родным Это обычные трудности Из него выход один Дело надо делать, господа Как сказал один из чеховских героев Ведь если больному все время твердить, что он болен То, ей-богу, можно сойти с ума Мы преклоняемся перед самотвержденностью и терпением крестьян Которые глубоко осознают свой долг кормить людей А молодому руководителю пожелаем успехов И чтобы он с честью справился со всеми испытаниями судьбы Передачу подготовили журналист Зарипова и оператор Мобараксянова А теперь следующая информация Торговля, пожалуй, всегда была больным местом в нашей жизни Не только потому, что часто подвергалась критике А потому, что была в центре внимания населения Ямодинское торговое предприятие Самое крупное из всех четырех районного потребительского общества Оно обслуживает 22 села А всего торговое предприятие обслуживает 19 сельских магазинов Вот что рассказал нам о Ямодинском торговом предприятии Председатель профсоюзного комитета РАИПО Факия Файзовна Ахметова Ну что хочется Только теплые слова в адрес коллектива Ямодинского торгового предприятия Хочется сказать Это одно из передовых предприятий нашей организации Отдаленное, далеко от Янаула И коллектив, вот о коллективе, почему теплое хочется сказать В этом коллективе чувствуется теплота и дружба всегда То, что всегда нужное человеку И оно передается, наверное, и покупателям В адрес продавцов всегда идут теплые слова И руководит этим предприятием уже на протяжении нескольких лет Очень грамотная и эрудированная наша работница Это директор Зайтюна Нуриханна Ну, создать этот дружный коллектив Ей, может быть, не очень мало пришлось сил положить Но сейчас этого директора любят, уважают коллектив И с полуслова понимают ее все, как говорится, замечания Предложения, которые внедряются быстренько в жизнь На днях в этом торговом предприятии был сдан магазин Очень отличный Годами стояло старое разваленный домик Считался конторой этого предприятия Сейчас же посмотреть любое дело на офис этого предприятия Рядом с магазином сдана и контора этого торгового предприятия Ну, не всегда вот кажется, что в этом торговом предприятии Ну, как говорится, люди вот работают И вот с огоньком Огонек этот вот каждый раз вот у них в жизни притворяется Начиная вот год Они стараются как бы новые направления принять Весна начинается у них с работы, обновления своих предприятий Год заканчивается хорошими трудовыми результатами Очень верным помощником еще Зайти Немну Хриханне Это Садыкова Луиза Которая возглавляет профсоюзную организацию этого предприятия У них, у этого коллектива все делается сообща Ну, вот эту дружбу, мне кажется, сохранять и сообща Все предпринимать заслугам директора И еще хочется сказать У этого коллектива никогда в стороне не находятся ветераны Пенсионеры — это первые их, как говорится, гости Это было чувствовалось в празднике, который проведен накануне Вот 1 октября, День пожилых людей Где были встречены оба поколения Поколения старых людей, поколения, которое сейчас работает И именно ветераны этого предприятия С теплыми словами сказали большое спасибо И руководству этого торгового предприятия Всему коллективу То, что дело-то они продолжают очень хорошо И все находится очень в хороших руках Ответственных за свое дело В заключении своего слова мне хочется только что пожелать Здоровья всем работникам этого коллектива Чтобы они так же вот эту дружбу не теряли А в данное время, особенно трудное время Дружба, как говорится, верный помощник в работе Директор Ямадинского торгового предприятия Затунан Альхановна Аледдинова Человек действительно требовательный Впрочем, все качества руководителя вне вполне сочетаются И увлеченность, и требовательность, и строгость Без этого, пожалуй, в наше такое непростое время Магазин не построить Впрочем, все качества руководителя вне сочетания Впрочем, все качества руководителя вне сочетания Продолжение следует... 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 Продолжение следует...